Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансара и заранее хочу вас поблагодарить за вашу подписку и за вашу активность. И к нам сегодня приехал Ренат, он, к сожалению, болел, сейчас вот он выздоровел. Ренат профессиональный строитель, собственно, для чего он сегодня приехал. Как вы знаете, друзья, то, что мы помогаем Галине Анатольевне, это женщина, которая много лет жила в гараже, который не отапливался, в общем-то, не было никаких условий. И сегодня мы подходим к финальному этапу, это к покупке дома. Дима, юрист, уже проверил все документы, документы все в порядке, ну, в общем, он все про это чуть позже расскажет. А сейчас задача Рената, как профессионального строителя, все посмотреть, ну, и рассказать нам про все плюсы и про все минусы. Ну, в общем, друзья, мы начинаем, ключ уже у Рената, поэтому сейчас все рассмотрим. Предлагаю открывать. Ну что, наверное, нужно начать с внешней стороны дома. Дома штукатурен получается. Фундамент ленточный. Цоколь выложен красным кирпичом. Все в достойном состоянии, даже сделано отмостка, мы можем видеть. Вот единственное, окна деревянные, их, наверное, понадобится заменить, потому что они, скорее всего, продувают. Второй этаж фронтона обшит пластиковой вагонкой. Нужно будет тоже подняться, посмотреть, в каком состоянии изнутри все это. Пластик, конечно, сейчас все закрывает. Состояние самого несущего каркаса фронтона мы увидеть не сможем, но постараемся оценить все изнутри. По внутренней отделке. Кровля шифер старый, но состояние неплохое. Даже есть водосточная система, имитация водосточной системы. Но также то, что есть отмостка, это очень хорошо. Да, тут деревянное окно. Здесь получается как летняя верандочка и такой витражик легкий. Естественно, если помещение планировать делать теплое, то данное окно желательно будет заменить. То, что крыша, крыльца отошла от дома, но здесь ничего страшного в этом нет. Но нужно будет по теплу посмотреть и обязательно поставить примыкание, чтобы не было никаких затеканий по фронтону и по стене сюда к входной двери, чтобы ничего не текло. Так, пока в принципе все в удовлетворительном состоянии. Вот эти трещины, которые мы видим, это просто-напросто потрескалась штукатурка. Вот так как если бы была какая-то серьезная трещина, то у нас как минимум цоколь из красного кирпича тоже бы лопнул. А там цоколь выложен красным кирпичом, он целый. Входная дверь получается деревянная, обычная, простая. Ну да, здесь получается, что она летняя такая верандочка. Как бы отделка. Чем была возможность, тем отделывали. Вот внизу мы можем видеть, что отделана вагонкой. Вот здесь уже плиты МДФ, вот эти вот как бы ЛДСП. Ну вот обшивались. Потолок поклеены обои. Если здесь Галина Анатольевна захочет сделать что-то более теплое, нужно будет утеплить, заменить окна. Ну вот ширина сама стены довольно-таки немаленькая. Вот мы можем по этому проему увидеть. Дополнительно просто-напросто нужно будет утеплить и отделать с заменой окон. И будет вполне прилично. Помещение, прихожая теплое будет однозначно. Лестница у нас на второй этаж оставляет желать лучшего. Всё это, конечно, желательно будет перепланировать саму лестницу, чтобы было более комфортно и безопаснее подниматься. Печь. Сама печь получается. Печкой пользовались. Даже вот тут какие-то бумажки, дощечки, зола присутствуют. Ну-ка, в зольнике что-то поддувало. Ну да, печкой пользовались. Мы можем видеть по наличию золы. И не так давно, мне кажется, ей пользовались. Наличие такой печи, конечно, очень хорошо. Это как отопление дома. Также можно будет вот здесь на этой плите готовить. Также здесь что-то на вроде духовки. А, духовку здесь заложили, просто положили кирпичи. Ну вот, может быть, как накопитель тепла. Вот, а может, просто от ненадобности сложили туда. Здесь, получается, комнатка довольно-таки немаленькая. Под метров, наверное, 20, если не больше. Печка довольно-таки хорошая. Топится она с прихожей. В самой комнате вся эта стена будет тёплая. Когда печь протопится и будет держать хорошо тепло. Здесь есть эти вот шиберы, задвижки для прочистки каналов. Тут идут каналы. Вот, и они открываются. И эти каналы тоже открываются. И, соответственно, идёт там по большому, по малому. Как выложена эта печка, нужно ещё будет разбираться. Но в любом случае, ей нужно будет провести ревизию, почистить. Потому что видно наличие золы. Стенки такое ощущение, что листовым каким-то материалом обшиты и обклеены обоями. Вот мы можем видеть, что здесь вот, скорее всего, стык. От переменной температуры вот этот шов соединения листовых материалов порвался. И вот она на обоях всё показала. Но это не критично. Здесь тоже по самому дому я бы рекомендовал заменить деревянные окна на пластиковые. Каким-нибудь двухкамерным остеклением. Но здесь, получается, эти деревянные окна более качественные по сравнению с тем, что находятся на террасе. Но всё равно желательно их заменить. Пол у нас, получается, ДВП настелено, покрашено. Вот полы такие устойчивые. Полы не шатаются. Что это тоже немаловажно. Единственное, вот здесь у печки есть просадка пола. Возможно, там внизу прогнила какая-то лага. Это тоже нужно будет смотреть, спускаться. Но в любом случае, дома все, которые смотрятся, они не новые. В любом случае, здесь нужно будет приложить руки не только к печи. Это те же самые окна. Так, косметический ремонт, на мой взгляд, какое-то время даже терпит. И тут ничего не нужно делать, менять. Просто навести порядок, чистоту. И полноценно можно пользоваться этим домом. Я думаю, Галина Анатольевна сама справится с наведением порядка. Она, по-моему, работает как раз. Что-то связано с такой работой. Здесь, в самой прихожей, я забыл сказать про пол. Пол шпунтованная доска. Порядка, наверное, 30-35 миллиметров толщиной. Здесь тоже пол, в принципе, в удовлетворительном состоянии. Окрашенный. Попробуем не убиться на этой лестнике и подняться наверх. Друзья, ну, в общем, приехал Дмитрий, который юрист. И сейчас вот он расскажет, какая ситуация с этим домом с юридической точки зрения. Дмитрий, расскажи, пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую, Галина Анатольевна. Здравствуйте. В общем, смотрите, проверка идет у нас полным ходом. Что сделано на сегодняшний день? На сегодняшний день мы получили выписку из ИГРН, получили также ряд еще дополнительных документов. Земля на данный момент, она не в залоге. На ней нет никаких ограничений. Мы убедились в том, что переговоры ведем действительно с собственником. Что крайне важно, также мы на сегодняшний день проверили и собственника, то есть у него нет никаких задолженностей на сайте исполнительных производств, у него нет каких-либо судов, то есть он не состоит в каких-то банкротных процедурах, то есть достаточно честный, кристально чистый с юридической точки зрения человек, что не может не радовать. Соответственно, у нас сейчас остался последний этап, это мы будем проверять всю цепочку предыдущих собственников. Вот мы ждем определенные документы, а именно расширенную выписку из ИГРН о переходе права собственности. Я, в принципе, практически уверен, что там будет все в порядке, но учитывая, что мы должны быть 100% уверены, что с юридической чистоты здесь все будет без проблем, мы будем все равно этот момент перепроверять. Поэтому, я думаю, также перепроверим. И уже когда мы убедимся, что все чисто, все у нас устраивает, мы согласуем стоимость, сроки и так далее, мы уже будем непосредственно заниматься оформлением данной сделки. Я думаю, все эти моменты также вам покажем, поэтому, дорогие друзья, следите. Следите за историей Галины Анатольевны. Я думаю, она уже близка к развязке. Счастливый финал, он не за грани. Ну да, лесенка такая, опасненькая лестница, можно будет увеличить проем, и мы сможем спокойно более полого завернуть и сделать лесенку более безопасную. Утепленный люк закрывается. Допустим, вот сейчас в холодное время Галина Анатольевна пользуется, к примеру, первым этажом. Она здесь опускает эту дверку спокойно, и сюда тепло уже не поднимается. В более теплые моменты, если есть желание пользоваться, дверочка открывается, и, пожалуйста, площадь дома увеличивается несколько раз. Окна тоже такие легкие, но это такой легкий фронтон. Кстати, в этом помещении тоже будет тепло, когда, допустим, будет топиться печь, вот, труба тоже будет нагрета и передавать сюда тепло. Здесь у нас полностью стены и потолки обшиты вагонкой, вагонка европрофиль. Пол то же самое, что и на первом этаже. Там, скорее всего, шпунтованная доска, и она просто-напросто закрыта, ДВП, ДВП покрашена. Наличие вот таких вот дверок карманов можно использовать как чердачное помещение, как какая-то кладовочка. Можно складывать какие-то вещи туда спокойно, можно, там места достаточно. С этой стороны у нас идентичная дверка есть. Также спокойно, если нужно будет что-то убрать не совсем нужное, или если оно понадобится довольно нескоро, все это спокойно убирается в такие карманы. Здесь по всему дому нарекания мои, я бы заменил все окна на пластиковые по возможности. Второй этаж фронтона желательно утеплить, и спокойно можно будет и в зимнее время пользоваться вторым этажом. Так, в принципе, остальное, дом удовлетворительный для Галины Анатольевны, более чем достаточно. По площади, я думаю, и одной даже будет достаточно и первого этажа. Вот, а если у нее будут гости, то она сможет спокойно их уложить и здесь. Друзья, мы сейчас немного переключимся на Сашу. Собственно, вот он Саша, вот он сейчас подъехал. И вот буквально недавно Саша жил на улице много лет, вот, и мы помогли ему восстановить права, поселили его в хостел. Вот сейчас Саша работает, в общем, он преобразился и выглядит на самом деле шикарно. Саш, ну вот расскажи, сколько ты, получается, уже месяц или полтора даже уже, небездомный? Ну, здесь уже где-то месяца полтора, на работе месяц где-то, может, чуть поменьше. Ты прям молодец на самом деле, то, что ты сказал, мне нужна работа, я хочу работать. Ну, вот сейчас вот сутки отработал, сейчас вот отдохну, пойду на вторые сутки. А как вообще, ну, то есть, ощущения до-после? Ну, так, что, небо и земля. Одно дело в подъезде, там, на картонке ночевать, а то, наверное, на газетке. И, ну, а так пришел, в душ принял, лег в чистую постельку, голенький, в тепло одеялко. Покушать пошел, что-нибудь вкусненькое приготовил. Я себе тут кофеварку гейзерную купил, кофе варю. Сейчас хочу вот еще сковородочку купить. У нас там есть сковородки, но они такие тонкие, алюминиевые, уже прогнулись все. Начал картошку жарить, середина жарится, по бока нет. Хочу хорошую сковородку купить. Сейчас вот это самое, оформил бронь на месяц. Там уже со всеми скидками. С администратором у меня отношение очень хорошее, мы друзья. Он мне сделал там скидку по полной. Бронь сделал, вот я сейчас оплачиваю частями. На ту неделю заплатил, сейчас вот в понедельник еще смену доработать. В понедельник деньги придут на счет, потому что по выходным они не перечисляют. Там еще заплачу. Ну, на все хватает. Саня, какие планы вообще сейчас? Жить, работать. Особо таких планов-то грандиозных нету. Жить, работать, дальше продолжать жить. Устанавливать. Кстати, как вообще работа? Ну, работа, конечно, вот я думал пятница, вот в прошлую пятницу я заработал чистыми 4100. А в эту пятницу 2900 всего. То есть, ну, такая слабенькая пятница оказалась. Ну, как таксисты говорят, это самое. Не в ту струю попал. Оно всякое бывает. Посмотрим, что сегодня в субботу покажет. Чистыми это за вычетом всего-всего. То есть, да, 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 да. Ну, это уже как бы неплохо. Мне хватит и хостела платить и покушать. Ну, да, да. Еще останется что-нибудь. Не, ну, ты молодец. Кстати, писали подписчики, писали зрители, с тобой, оказывается, ехали и тебя узнавали. Ну, зря, что не сказали. И, кстати, вот девчонка, которая, ну, как оператор в Яндекс, ну, когда ты регистрировался, она тоже наша подписчица. Она, получается, тебя регистрировала, говорит, за тебя переживала. Вот. И писала то, что ты большой-большой молодец. Ну, ничего, потихоньку. Сейчас, это самое, рейтинг потихоньку поднимаю. Там бронза была у меня. Сейчас февраль закончится, серебро будет уже. Уже набрал на серебро. Ну, дальше потихоньку, потихоньку. Друзья, мы сейчас находимся в бане. Здесь есть кухня. Ну, вот. Сразу, начиная, можно обратить внимание на частичный кухонный гарнитур. Это столешница и ящички с полной посудой. Также двухкомфорочная газовая плита. Наличие баллона. Вот. Всё. Здесь чайничек. И здесь спокойно можно готовить, кушать и принимать пищу. Вот. Здесь оборудовано всё под кухню. Давайте, наверное, с потолка начнём. Здесь потолок получается ДВП. Вот влаги потолочные. Ну, это обделка вагонкой хвойных пород. Вот пол. Линолеум. Ну, пол здесь немножечко послабже, чем в самом доме. Но на то он и дом, чтобы быть там всему более качественно. Ну, вот, конечно, немножечко здесь полы такие слабенькие. Но мне это всё не критично. Сама парилочка. Да, вот здесь вот сама печь. Камни. Дымоход выведен. Труба. Под воду есть баки с двух сторон. Печка топится и вода нагревается. Единственное, да, то, что вот за стеной. Здесь вот она вот внизу есть. Но я бы продлил выше. Сама огнеупорная изоляция. Вот этот кусок плоского шифера, он и есть. Вот, я бы его, конечно, поднял до потолка. Вот это немножечко, вот этот момент бы я бы посмотрел. Ну, вот так здесь получаются стенки обшитые вагоночкой. Единственное, они хвойные, потому что вот мы видим наличие подтёков смолы. Также можем увидеть какой-то датчик. Нужно будет просто потом у хозяина уточнить. Для чего он, потому что вот он уходит. Мы это всё видим. Может быть, температурный какой-то датчик выведен. Друзья, также вы, наверное, помните, что мы в предыдущем дом, который осматривали, там была баня. Там была баня полностью промёрзшая. Вот это говорит о том, что тепло вообще никак не держится. Вот, понятно, что и не пользовались давно, но там все потолки, все стены, весь металл был в таком белом минии. Вот, а здесь вот даже баня не пользуется, но такой картины нет, как вы можете видеть. Ну, и как-то здесь на порядок приятнее. Ну, наличие даже вот таких вещей, что это более такое обжитое. Там было по бане такое ощущение, что ей очень много лет не пользовались. Она была в таком неприглядном виде. Не особо приятно было там находиться. Здесь более тепло, уютно, когда сюда заходишь. Датчик сам выходит. Вот здесь мы видим манометр такой. Вот он, скорее всего, показывает температуру в парном помещении. Парное помещение натопилось так, как вам нужно. Вы видите здесь циферки и заходите, принимаете баню. А в выходные что делаешь, Саш? Да ничего, отдыхаю, Тане помогаю. Там она то в магазин сходить, это самое, сегодня приехал. То, как к двери подходить, она выходит. Я говорю, Таня, ну тут, смотри, уже бычки все растаяли. Говорю, давай веник хоть подметуй. А Таня, это администратор? Да, да, вот это Таня администратор. Я ей помогаю там и мусор вынести, там где-то что-то поднять, отнести. Я обратил внимание, как она сейчас стала к тебе относиться. Ты помнишь, кстати, самую первую встречу вот с Таней? Да, да. Она говорит, кто такой вообще, да, я его не возьму. Ну, срочно, говорит, убирайте. Так я у нее спрашиваю, говорит, ты помнишь меня, как встретил? Она такая, ну а что, говорит, подошел, говорит, Дима подходил, да, вот Дин, ты, это самое. Начал вроде как оформляться. Я все оформляю. Говорит, давай паспорт, он разворачивается, показывает на тебя. А тут бомж стоит, это самое, такой весь грязный, полупьяный, перегар. Говорит, я, говорит, хотела уже, говорит, сказать нет, а уже, говорит, заднюю включить не могу, говорит, это самое. Ну, пришлось, что-то там, короче, еле, вот если б не Дима, меня бы сюда не пустили бы в таком состоянии, в таком виде. Ну, то есть, вообще, отношения очень хорошие. И вообще, коллектив очень хороший. Тут все как-то, это самое, сплоченно живут, все друг другу помогают, там, если что-то у кого-то нету, там, только спроси, тебе сразу, это самое, 10 человек руку протянут. А ты вот говорил то, что много людей, которые тут живут, они живут именно здесь не просто так. Да, они здесь не просто, многие живут, вот здесь тут две больницы, одна вот онкология, вторая вот детская больница. И у многих дети здесь лежат, а они, ну, соответственно, там, дети бывают, если взрослые, то одни лежат, а если маленькие, то, значит, с мамой. А папа здесь проживает, где-то устраивается на работу, зарабатывает деньги и кормит семью, и хостел оплачивает. Очень много у нас, ну, половина, наверное, хостел вот таких вот, именно вот только вот из-за этой больницы, из-за детей, из-за своих. Ренат, ну, в общем, ты посмотрел весь дом, в прошлый раз мы смотрели без тебя обывательским взглядом, но мы не профессионалы, поэтому было очень важно твое мнение, поскольку ты профессионал. Вот, какой твой вердикт по этому дому? Ну, изначально, приехав сюда, посмотрев снаружи, дом находится в удовлетворительном состоянии. По нареканиям, которые меня вызывают, это окна деревянные, я бы рекомендовал их заменить на пластиковые. Вот, мне кажется, даже комната на первом этаже, она будет держать тепло, если мы заменим окна по прихожей, которая, она такая верандочка летнего варианта, она, конечно, требует утепления, и утепление требует второй этаж. Но для Галины Анатольевны комната на первом этаже более чем достаточная, она там сможет спокойно размещаться. Если понадобится второй этаж, то да, нужно будет думать по поводу утепления. Дом в удовлетворительном состоянии. Все коммуникации есть на участке, есть на участке туалет, что немаловажно, уже есть готовый колодец, подведено электричество, ну вот, есть баня, плодоносящая деревья. За участком смотрели, видно, что есть какая-то садовая мебель, что это тоже немаловажно и для удобства Галины Анатольевны. Ну вот, в бане оборудована хорошая кухня, вот, более чем достаточно. Ну вот, вообще, этот дом в удовлетворительном состоянии, я бы рекомендовал приобретать этот дом, если остальные вопросы там у вас утрясены. Также наличие вот металлического гаража за территорией тоже говорит о многом. Место для стоянки, конечно, это тоже, но если не использовать ее как для машины, можно использовать для какой-то садовой техники, триммеры, газонокосилки, лопат, ну, садовый инвентарь весь. Также наличие металлического забора с профнастила уже, как говорится, очень хорошо, что это есть. Саша, что бы хотелось тебе вот больше всего, вот, чего не хватает? Уже столько времени сына не видел, хотелось бы увидеть, а то так, это самое, все по фотографиям, все по переписке. Ну, надеюсь, как-нибудь решится, может быть, этим летом решится приехать в гости. А он в Новосибирске жил? Да, да, в Новосибирске, в Яндексе работает, кстати. Его мама в январе замуж вышла, я тут не выдержал, позвонил ей, поздравил. Она, конечно, это самое, все сухо так со мной. Я говорю, я свадьбу твою смотрел, она где-то ее видел, прям с таким удивлением. Я говорю, ну, интернет злая штука, что все попадает, уже не вычеркнешь. Я говорю, мне понравилось. Пожелал ей все хорошего, что я рад за нее. Дай бог, чтобы у нее хотя бы все сложилось, хотя бы в этот раз. С двумя мужьями не получилось, а хотя бы, надеюсь, с третьим получится. Ну, она и так со мной прожила, сколько, 23, по-моему, года, или 24. В мае, мы 31 мая познакомились, с 93-го года. И тут, получается, 29 лет будет в мае, как я ее знаю. Ну, дай бог ей счастья и здоровья. Саня, тебе со своей стороны я тоже хочу пожелать, чтобы и у тебя, на самом деле, чтобы ты не вешал нос, потому что ты молодой. Ну, работа есть, машина есть, чтобы тоже встретил девушку, женщину. Ну, вот зубы ставлю, начну знакомиться, а то неудобно с одним зубом светиться. Заходишь, прикрываешься ручкой. Ну, да, и не до знакомства. Ну, неудобно. Так-то вот в хостеле там общаюсь, девчонки нормально ко мне относятся и разговаривают со мной. Ну, это одно дело просто поговорить, а другое дело там какие-то отношения заводить. Разные вещи просто. Друзья, ну, в общем, такой у нас получился выпуск. И со своей стороны я, конечно же, хочу поблагодарить Рината за его содействие. Он каждый раз всегда нам откликается. Хочу поблагодарить Дмитрия. Он, на самом деле, достаточно много делает. И кое-что мы расскажем чуть позже. Ну, и, конечно же, как вы знаете, то, что Галина Анатольевна сейчас делает зубы. И скоро нас всех порадует своей голливудской улыбкой. Ну, и, конечно же, я не могу не отметить Сашу, потому что Саша для меня это открытие года. Потому что, вот, помните, то, что когда мы встретили его у Макдональдса, многие зрители писали то, что у него ничего не получится. Ну, и, честно говоря, у меня тоже были сомнения, но я решил дать этому парню шанс. Саша сейчас живет в хостеле. Он полностью самостоятельный. Оплатил хостел за месяц наперед. Полностью сам на себя зарабатывает. Ну, в общем, парень большой-большой молодец. Потому что, ребят, если вы помните того самого Сашу, когда мы только его встретили, это, конечно, колоссальная разница. И хочется этому парню пожелать, чтобы все у него только получилось. И, друзья, кстати, действительно, вы писали то, что видели его в такси. Одна из наших зрителей писала то, что помогала ему зарегистрироваться в агрегаторе Яндекс. И, ребят, если вы его увидите, конечно, прибодрите его, передавайте ему слова поддержки. Потому что парень большой-большой молодец. Ну, конечно же, друзья, пожалуйста, делайте репосты этого видео в социальных сетях. Это очень хороший пример для многих людей. А также это все помогает нашему каналу в продвижении этого видео. Проявляйте максимальную активность, так как вы это умеете. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, выберите параметр уведомления, ну, а также колокольчик. Ну, а с вами был ваш любимый канал Сансара. Обязательно следите за историей Саши. Обязательно следите за историей Галины Анатольевны. Всех обнимаем. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok